Санкт-Петербург 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 приумножает богатство нашей страны выпускниками культурными и образованными людьми и вам продолжать эту традицию. Торжественная церемония вручения документов об образовании объявляется открытой. Санкт-Петербург 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 В этом году, в этом учебном году он лично поприветствовал первокурсников, встретился с выпускниками ВШМ и СПБГУ в Москве, также участвовал в конференции менеджмент будущего. К сожалению, неотложные дела не позволили ему лично приветствовать вас сегодня, однако он прислал вам свое видеообращение. Внимание на экран. Санкт-Петербург Бизнес-Школы России и одной из лучших мировых программ бакалавриата в области менеджмента. Столь качественное образование, несомненно, дает вам конкурентные преимущества. Начинается новый этап жизни, который потребует от вас не меньшего упорства и настойчивости для того, чтобы максимально эффективно реализоваться в профессии. Думаю, за время учебы вы не раз убеждались в том, насколько сложна и многообразна наука об управлении процессами и людьми. У вас была уникальная возможность слушать лекции лауреатов Нобелевской премии, встречаться с руководителями ведущих российских и зарубежных компаний, видными политиками, деятелями культуры. В стремительно меняющемся мире бизнеса, огромном потоке информации и фактов, в котором вам придется работать, не забывайте главного. Слово «компания» на латыни – это те, кто вместе ест хлеб. И те, кто этот хлеб вместе создает. Командная работа, умение слышать людей и мотивировать их – ключ к успеху любого проекта. Оттачивать навыки командной работы, умение слушать, убеждать и вдохновлять вам придется всю жизнь. Дорогие выпускники, с вручением дипломов ваша учеба не заканчивается. ВШМ сдала вам высокую планку качества. Я искренне надеюсь, что вы сделаете все, чтобы школа могла и в будущем гордиться вами. Всегда помните, что ваши знания, ваш потенциал будут прежде всего востребованы на родине. Независимо от того, как сложатся ваши судьбы, не теряйте связи с «Алмаматор», продолжайте участвовать в ее жизни, поддерживайте контакты друг с другом. С сегодняшнего дня вы – члены большой семьи выпускников Высшей школы менеджмента Старейшего университета России. От имени руководства Высшей школы менеджмента, попечительского совета, корпоративных партнеров и себя лично, позвольте поздравить с вручением дипломов вас, ваших родных и близких, профессорско-преплывательский состав. От всей души желаю вам профессиональных успехов, оставайтесь амбициозными и целеустремленными. Ваше будущее в ваших руках. Удачи! Для приветствия выпускников я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену первого заместителя директора Института Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Константина Викторовича Кротова. Уважаемые коллеги, дорогие гости, добрый день. Дорогие выпускники, прежде всего я хочу сказать, что выпускники 2017 года, программа бакалавриата по менеджменту, просто с каким-то фантастическим везением. Сезон дождей, выбрать день, когда на улице практически ни одного облака на небе, это, конечно, что-то невероятное. Тем более, что всю прошлую неделю был прогноз на дождливый день. Я думаю, что это знак, очень хороший знак для вас. Во-вторых, я хочу сказать, что выпускники 2017 имеют колоссальный потенциал. Один тот факт, что вы поступили в лучшую бизнес-школу России, Восточной Европы, в единственную школу, которая имеет аккредитацию Иквиз, которая входит в... Единственная в России, конечно же. Единственная школа в России, которая входит в Financial Times, а с недавнего времени в новый рейтинг журнала The Economist уже говорит о вашем потенциале. Тот факт, что вы являетесь сегодня выпускниками, приумножает достижения и поддержку слов о вашем потенциале. Что приходит вместе с потенциалом и везением? Конечно же, возможности. И перед вами воистину безграничные, фантастические возможности. И возможности всегда должны сопровождаться ответственностью. Вы знаете, у меня есть сын, ему 7 лет, и вот пару лет назад, когда... Точнее, ровно 2 года назад, когда меня назначили на должность первого заместителя, и он стал видеть меня гораздо реже, начал расспрашивать, папа, в чем проблема? Почему я тебя стал видеть реже, и мы с тобой играем все меньше и меньше? Я ему рассказывал, и после этого он задал очень сложный для меня вопрос. Он говорит, вот ты там всеми руководишь, а почему ты не скажешь, чтобы они работали? Работали хорошо. А сам бы пришел, мы с тобой бы играли в Лего. Я подумал, и правда. На самом деле вопрос непростой. И мне на помощь пришел Человек-паук. Я спросил его, а что сказал дядя Бен Питеру Паркеру? Он говорит, ну как? Он знает историю супругров гораздо лучше меня, и я уверен в вас. И говорит, с большой силой приходит большая ответственность. И это помогло мне объяснить, почему ты должен быть ответственным перед тем, с кем работаешь, перед тем, что делаешь. Но дальше я стал думать, и действительно, у меня есть ответственность перед ним, и нужно соблюдать баланс. И с тех пор у нас есть нерушимое правило, что мы проводим вместе выходные, как он хочет, а будние дни я их должен проводить. Коллеги, я очень хочу, чтобы вы вынесли из этой маленькой истории, что с теми возможностями, которые у вас есть, безграничными возможностями, с тем колоссальным потенциалом, которым вы обладаете, должна идти ответственность. И если вы являетесь выпускником, выпускником лучшей бизнес-школы, то вы наверняка пропитаны теми ценностями и разделяете те ценности, которые мы развиваем в высшей школе менеджмента. Я надеюсь, что они останутся с вами и помогут вам оставаться и становиться ответственными лидерами, которые меняют наш мир к лучшему. Наконец, напоследок хочу сказать большое спасибо, с большим огромным уважением всем преподавателям, всем моим коллегам, сотрудникам, которые учили вас, создавали условия для учебы и развивали тот потенциал, о котором я сегодня говорил. С праздником! Поздравляю вас и удачи! Спасибо! По традиции, первыми получают дипломы в образовании лучшие из лучших. Те, кто закончили программу с отличием. Для вручения дипломов с отличием я с удовольствием приглашаю на сцену управляющего вице-президента филиала банка ВТБ в Санкт-Петербурге Юлию Олеговну Баринову и первого заместителя директора института Высшая школа менеджмента СПБГУ Константина Викторовича Кротова. Дипломами СПБГУ с отличием награждаются Ванюта Таисия Петровна. Дорогие друзья, перед тем, как мы начнем вручать диплом и подарки, я хотел бы показать, что у нас приготовлено для вас. И ВТБ тоже покажет, что приготовлено для лучших выпускников. И кроме традиционной кружки, которая будет стоять у вас на столе наверняка, на рабочем, и будете помнить про высшую школу менеджмента, у нас для вас, естественно, приготовлена наша сова. Мы все помним, как ее зовут. Ее зовут Фредди, что у нее есть инстаграм, и что нужно обязательно следить за ней в течение всей своей жизни. Да, друзья, у нас еще есть настоящая сова в зоопарке, поэтому все выпускники у нас поддерживают нашу сову в Ленинградском зоопарке, и коллеги из ассоциации выпускников подскажут, как это можно сделать. Кирва ТВ. Добрый день. У нас тоже совершенно замечательный памятный подарок. Мы все учились в Санкт-Петербурге. Это альбом литографии 18-20 веков «Санкт-Петербург». Чтобы вы всегда помнили о нашем замечательном городе, сюда возвращались и его поддерживали. Спасибо вам большое за хорошее отчет. Дипломом с отличием награждается Ванюта Таисия-Битрова. Дипломом с отличием награждается Горбачев Александр Дмитриевич. Дипломом с отличием награждается Колобова Валерия Алексеевна. Дипломом с отличием награждается Ложкина Анна Сергеевна. Дипломом с отличием награждается Ложкина Анна Сергеевна. Дипломом с отличием награждается Сон Альберт Валерьевич. Дипломом с отличием награждается Сон Альберт Валерьевич. Спасибо. Дорогие коллеги, Успехи школы были бы немыслимы без постоянной и действенной поддержки наших многочисленных корпоративных партнеров и в первую очередь компаний-членов попечительского совета. Вот и сегодня они, как всегда, пришли поздравить выпускников. И для меня огромная честь предоставить слово для приветствия от имени корпоративных партнеров-членов попечительского совета генеральному секретарю «Лореаль-Россия» господину Жоржу Шишманову. Я извиняюсь, я возьму бумажку, поскольку я тоже волнуюсь. Добрый день, уважаемые выпускники и преподаватели и гости. Приветствую вас от имени компании «Лореаль». Это большая честь для нашей компании присутствовать на вручении диплома выпускникам очень важного для нас учебного заведения. Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета. Мы лидеры в нашей области, в области бизнеса на косметическом и парфюмерном рынке. И важно отметить, что наш бизнес – это не только маркетинг, наш бизнес – это прежде всего талантливые люди. Но это также наука, исследование, производство, финансы, логистики и другие области. И сегодня я очень рад здесь встретиться с вами. Вы для нас лидеры в области образования в России. Мы сотрудничаем с 2000 году и последние несколько лет мы принимаем участие в ярмарках вакансии, приглашаем наших экспертов делиться своим опытом с вами. А в этом году провели учебный курс по диджитал маркетинг менеджменту. И благодаря этому сотрудничеству ежегодно команды студентов в ВШ Менеджмента принимают участие в нашем кейсе чемпионате Брендсторм. Несколько раз команды становились национальными финалистами и принимали участие на международном финале во Франции, где соревновались с лучшими и самыми сильными командами студентов всего мира. Мы очень гордимся выпускными в ВШ Менеджменте, которые сейчас работают у нас в Лореаль. Есть сотрудники, которые работают на руководящих должностях не только в России, но и во Франции. И позвольте мне поздравить вас с этим торжественным событием в вашей жизни и пожелать вам успех в карьере и в жизни. Удачи! Спасибо! Спасибо! Для вручения дипломов выпускникам профиля маркетинг программы «Менеджмент» я с удовольствием приглашаю на эту сцену кандидата экономических наук, академического директора программы «Мастер энд Менеджмент» Ольгу Николаевну Алканову и ассистента кафедры маркетинга «СПБГУ» Даниила Владимировича Мурадского. Дипломами награждаются Акимова Мария Дмитриевна и Баланцова Ярослава Львовна. Бердюженко Варвара Александровна и Богданова Дарья Сергеевна. Бухарина Валентина Юрьевна и Быкова Анастасия Станиславовна. Загреба Елена Петровна и Колесова Евгения Андреевна. Краснова Александра Сергеевна и Кусенкова Дарья Сергеевна. Левчук Яна Ивановна и Липпорт Ильяне Тамара Георгиевна. Минакова Екатерина Денисовна и Молочка Кристина Юрьевна. Овчинник Ивана Александровна и Победоносцев Аксения Александровна. Савкина Валерия Олеговна и Саркисян Ани Айковна. Сольцева Анастасия Андреевна и Хайрулин Ильфат Зульфатович. Харисова Ксения Рашидовна и Шороков Владимир Владимирович. Шушпанова Ксения Сергеевна и Щербинина Елена Александровна. Спасибо. Благодарю, коллеги. Спасибо. Дорогие друзья, от лица корпоративных партнеров ВШМ и СПБГУ выпускников пришел поздравить управляющий филиалом АОКБ «Ситибанк» в Санкт-Петербурге и преподаватель Высшей школы менеджмента СПБГУ Руслан Валерьевич Беляев. Друзья, ура! Настал такой замечательный момент. Я думаю, вас всех переполняет сейчас и радость, и ожидание того, что очень много будет происходить. Я вам могу сказать, что происходить будет действительно очень много. Все поменяется очень быстро. И не только вас, все вокруг будет быстро меняться. Андрей Леонидович Костин уже сказал, что мы живем в эпоху перемен, а это значит, что мы не узнаем все, что нас окружает, может быть, через 5 лет, потом через 10 лет, через 15. Но я уверен, что если мы встретим друг друга, мы узнаем друг друга сразу. Мы узнаем друг друга сразу, потому что нас объединяют очень важные в жизни вещи. Это те знания, которые мы с вами получаем в этой школе, и те ценности, по которым мы сюда с вами пришли, и которые мы старались друг другу прививать, пока мы вместе здесь учились и находились. И эти вещи будут давать вам возможность, как путеводные звезды, быть в будущем тоже такими успешными, какими успешными вы были сейчас в учебе. А понадобится вам очень много сил, терпения, внимания. Но, чтобы не пугать вас будущим, скажу вам, держитесь за ваши ценности, держитесь за те вещи, которые вас объединяют, за те вещи, которые делают вас сильной командой. Ведь любое сильное предприятие, любая компания, любой коллектив начинается с того, что мы относимся с уважением и с поддержкой друг к другу. Когда мы построим сильную команду, когда мы вместе друг друга будем поддерживать, тогда наш бизнес будет всегда успешный. Все успешные компании в первую очередь опираются на уважение и поддержку своей команды. Да, вы будете лидерами, и вам будет устанавливать эти правила дальше и дальше. Второй очень важный момент – это этика. Мы про нее тоже очень часто говорили, когда вы здесь учились. И этика – это принятие правильных решений, за которые вам не будет стыдно, из-за которых к вам будут приходить люди и говорить, вы самые уважаемые на земле компании, люди, и с вами хочется работать, потому что вам можно доверять. Поэтому этические правильные решения, решения за которые не будет вам дальше стыдно – это тоже очень важно. И вы лидеры, вы будете помогать другим принимать такие решения, вы будете направлять свой корабль именно на эту путеводную звезду тоже. И еще третья вещь, которая очень важна, без которой невозможно будет жить – это постоянно учиться. Потому что мир меняется очень быстро, и уже просто традиционная скамья, учебная – это мало. Вы каждый день получаете огромное количество информации. Вы читаете в интернете и слышите от друзей, и по телевидению кучу новостей и интересных вещей. Пожалуйста, инвестируйте дальше в себя, учитесь дальше. Потому что знание и информация – это самый главный актив сейчас и дальше. И он будет еще и еще важнее в эпоху цифровых перемен, новых технологий, блокчейнов. Только информация, только скептическое отношение к той информации, которую вы получаете, построено на ваших знаниях, умение обрабатывать и принимать решения на основании этой информации. Это вам будет всегда помогать. Этому вас здесь научили, но вы будете продолжать учиться этому всегда. Вам будет помогать ваша команда, люди, окружающие вас. Если вам будет сложно в жизни, спросите у тех, кто рядом, как вам дальше поступить. И вам всегда помогут, потому что у вас самая сильная команда, самая дружелюбная, объединенная этическими нормами, принимающая правильные, хорошие решения и всегда учащаяся и всегда стремящаяся в будущее. Желаю вам огромного успеха, счастья. Найдите свою звезду, идите к ней. Будьте чуть-чуть лучше, чуть-чуть дальше, чем ваши коллеги. Поднимите первыми руку, когда нужно будет принять какое-то сложное решение и появится проект, за который боятся взяться другие. Тогда вы будете всегда успешными. Радости вам в освоении нового счастья и успехов. Удачи. Спасибо. Для вручения дипломов выпускникам профиля финансовый менеджмент я с удовольствием приглашаю на сцену кандидата физико-математических наук, доцента кафедры финансов и учетов, академического директора программы менеджмент Анну Евгеньевну Лукьянову и кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов и учетов, обладателя дракера 2017 Татьяна Александровна Гаранина. Дипломами награждаются Александрович Юлия Павловна и Балиханова Людмила Эмировна. Беликова Патрисия Робертовна и Роман Бурдейми. Герасимова Ольга Владиславовна и Гормина Людмила Андреевна. Джерриб Екатерина Сергеевна и Козлова Анна Павлова. Козлова Мария Олеговна и Короткова Екатерина Владимировна. Козлова Виктория Теграновна и Мерзлитова Мария Евгеньевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Нифонтова Мария Сергеевна и Сидоров Егор Михайлович. АПЛОДИСМЕНТЫ Смирнов Роман Андреевич и Тумарёва Мария Андреевна. Угольников Владислав Алексеевич и Хафизова Карина Ринатовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Шакланова Мария Александровна и Юрченко Юлия Константиновна. Шакланова Мария Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Для приветствия от имени корпоративных партнёров я рад предоставить слово исполнительному директору Санкт-Петербургской международной бизнес-ассоциации СПИБА Карине Викторовне Хабачевой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья, преподаватели, родная высшая школа менеджмента СПИБАГУ. Я хочу сказать несколько слов выпускникам. Для вас произошло два важных события в жизни. Первое, четыре года назад, когда вы приняли решение и поступили в эту школу, это действительно был очень важный для вас шаг. И сейчас, когда вы стали выпускниками высшей школы менеджмента. Впереди вас ждут самые разные дороги, разная судьба, разная история. Но оставайтесь верны себе, не забывайте никогда Альма-Матра, возвращайтесь сюда. И для того, чтобы читать лекции, рекрутировать студентов, выпускников, то, о чем сегодня говорил и Джордж Ишманов, и Руслан Беляев, и, конечно, инвестируйте в будущее тех ребят, которые, как вы теперешние, спустя много-много лет придут сюда поступать, учиться, получать знания в лучшей школе бизнеса. И еще никогда не сдавайтесь, держитесь друг друга, развивайте свои связи. Потому что те связи, которые вы наладили здесь, со своими однокурсниками, с преподавателями, с коллегами, они пригодятся вам в будущем, потому что именно это держит вас и сделает ваш бизнес будущим блистательным. В этом я просто уверена. И еще, будьте честны с собой, будьте честны с вашими партнерами и друзьями, потому что только честный бизнес может быть успешным. Удачи вам и успехов! Для вручения диплома выпускникам профиля логистика программы менеджмент на сцену приглашаются кандидат экономических наук, ассистент кафедры операционного менеджмента Маргарита Анатольевна Гладкова и кандидат экономических наук, ассистент кафедры операционного менеджмента Анна Владимировна Логачева. Дипломами награждаются Алексеева Ольга Владимировна и Вахина Лидия. Верхотурова Диана Андреевна и Булина Валерия Юрьевна. Ермакова Ангелина Андреевна и Иванова Анна Григорьевна. Косымов Тарас Жак-Сигельдевич и Клюшникова Юлия Олеговна. Костюк Дарья Андреевна и Кузьмина Яна Игоревна. Кустава Алина Игоревна и Марковец Елизавета Юрьевна. Мерзлякова Екатерина Викторовна и Попова Надежда Сергеевна. Прохоренкова Анна Алексеевна и Родин Кемил Константинович. Саханова Мария Антоновна и Соловьева Алена. В стиле Антон Павлович и Ураз Бахтин Денис Ирифхатович. Черняк Дарья Дмитриевна. В стиле Антон Павлович В стиле Антон Павлович Костюк Дарья Дмитриевна. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте, друзья. Я вас начну с истории и удивлю вас 19 лет назад. Точно так же, как и вы, с таким же блеском, глаз, задором, настроением мы получали дипломы. У нас не было таких красивых мантий, но настроение было такое же, как у вас. Мы были вторым выпуском тогда еще нового факультета в старейшем университете. Это было невероятно, торжественно, приятно. Мы были богаты теми знаниями, которые нам дали наши блистательные преподаватели. Мы были богаты тем опытом, который мы получили в крупнейших организациях. Мы тогда чувствовали амбиции, будущий успех и то, что сейчас будоражит вашу кровь и энергию. Я желаю вам быть успешными, ответственными, честными управленцами. Всегда добиваться того и тех целей, которые вы перед собой ставите, и чтобы успех всегда был рядом с вами. И удача способствовала во всем. С праздником вас! Для вручения дипломов выпускникам профиля информационный менеджмент программы «Менеджмент» я приглашаю на эту сцену старшего преподавателя кафедры информационных технологий в менеджменте Ирину Анатольевну Лещеву и кандидата физико-математических наук старшего преподавателя кафедры информационных технологий в менеджменте Эльвира Витаутасовна Страхович. Дипломами награждаются Баричев Сергей Николаевич и Гришина Нина Викторовна. Дубинский Всеволод Игоревич и Каледин Владимир Сергеевич. Дипломы награждаются Карина София Вадимовна и Касаткин Павел Денисович. Клюкин Всеволод Вячеславович и Ковалев Андрей Андреевич. Мудрявцева Арина Дмитриевна и Кулешова Екатерина Александровна. Малинникова Анна Андреевна и музыка Наталья Константинова. Певцова Виктория Сергеевна и Сергеева Виктория Андреевна. Смирнов Олег Игоревич и Солдаткин Эмиль Олегович. Гири, Гима, Ильяна Александровна. Гири, Гима, Ильяна Александровна. Для приветствия от имени выпускников я с удовольствием приглашаю на эту сцену выпускника магистратуры 2014 года консультанта компании McKinsey Александра Коневца. Здравствуй, Высшая школа менеджмента. Меня хорошо слышно? Наверное. Прекрасно. Здравствуйте, дорогие выпускники. Здравствуйте, их близкие, корпоративные партнеры, замечательные преподаватели. Здравствуйте, все те, кто делают Высшую школу менеджмента лучшей бизнес-школой в России. Я хочу Вас искренне поздравить в этот чудесный день. Я чувствую, как Вы рады, потому что всего три года назад я был на Вашем месте. И кроме этого, я тоже выпускник этого года, потому что я наконец-то сдал второй иностранный язык и получу диплом СЕМС в этом году. Спасибо. Как сказали господа ведущие, я действительно работаю в консалтинге, в McKinsey, и консультантов часто ценят за то, что они умеют задавать правильные вопросы. И сегодня я хотел бы Вам рассказать три вопроса, которые помогают мне жить. Надеюсь, они помогут и Вам. Первый вопрос. Сделает ли это меня счастливее? Этот вопрос помогает в сложных ситуациях, когда Вам нужно выбирать, например, между личными интересами и карьерой. Мне его задал какое-то время назад партнер на проекте, когда у меня был сложный выбор, уехать ли посреди проекта на месяц в свадебное путешествие или все-таки довести дело до конца. Ну, я подумал, что на самом деле сделать меня счастливее, и вот я уже месяц счастлива в браке. Второй вопрос. Надо его вспомнить. Второй вопрос. Что худшее, что может случиться? Опять-таки, на самом деле, это лекарство от другого страшно вредного вопроса, что если у меня не получится. Я его слышу очень часто, особенно от людей, которые хотят идти на интервью в Макинзи или вообще в принципе в жизни что-то планируют делать. Они часто думают, а что если у меня не получится? Я сам с ним столкнулся полгода назад, когда во время отпуска руководителя проекта мне предложили исполнить его роль. А я полгода назад был старшим аналитиком, мне формально до руководителя проекта было еще очень далеко. И я как раз подумал, а что, если у меня не получится? И сразу после этого, а что худшее, что может случиться? Ну, я явно не умру, не заболею. Меня, конечно, могут уволить, но партнеры же верят в то, что я могу это делать. Значит, наверное, худшее, что может случиться. Ну, сделаю я такое как. Я не испугался, согласился. И завтра я уже начинаю свой новый проект в качестве полноценного руководителя проекта. Поэтому, да, я и вам рекомендую никогда не бояться и думать, что же худшее, что может случиться. Обычно это не так страшно. И третий вопрос. Будет ли мне стыдно за ту работу, которую я делаю? В жизни вы часто будете сталкиваться с барьерами, которые мешают вам сделать вашу работу идеально. Это могут быть внутренние интриги, политика в компаниях, с которыми вы взаимодействуете. Это может быть нехватка, например, 25-го часа в сутках иногда. Это может быть недостаточная компетентность ваших контрагентов. В таких ситуациях любой ответственный человек начинает сильно волноваться. Как же так? Не получается. И первый шаг. Сделайте вашу работу так, чтобы вам за ней не было стыдно. А после этого вы можете ломать все остальные барьеры. Эти три вопроса мне неоднократно помогали. Я надеюсь, они помогут и вам. Будет ли мне стыдно за работу, которую я делаю? Что худшее, что может случиться? И сделает ли это меня счастливее? Мне совершенно не стыдно за речь перед вами. Худшее, что могло случиться, я бы забыл текст, и мы бы с вами над этим посмеялись. И выступление перед вами точно сделало меня счастливее. Будьте и вы счастливы. Поздравляю! Для вручения дипломов выпускникам профиля управления человеческими ресурсами программы менеджмент на сцену приглашаются кандидат психологических наук, доцент кафедры организационного поведения и управления персоналом Александр Федорович Денисов и кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры организационного управления и управления персоналом Дмитрий Геннадьевич Кучевов. Дипломы не награждаются Батькин Данила Андреевич и Белобровка Ирина Александровна. Бойкова Екатерина Михайловна и Борисова Виктория. Гласова Екатерина Николаевна и Гренадерский Даниил Евгеньевич. Джанжгава Мариам Гогиевна и Ивакина Мария Владимировна. Гласовец Екатерина Евгеньевна и Макарская Анастасия Юрьевна. Морозова Варвара Сергеевна. Никитина Анна Юрьевна и Пирмякова Анна Павловна. Петров Кирилл Андреевич и Подкорытова Анна Андреевна. Петров Кирилл Андреевич и Подкорытова Анна Андреевна. Полковников Кирилл Михайлович и Смоленцева Анна Владимировна. Пролова Александра Александровна и Янышев Наил Эльдусович. Романенко Артем Евгеньевич. Спасибо, коллеги. Добрый день, уважаемые выпускники! Всего 4 года назад мне посчастливилось закончить магистратуру высшей школы менеджмента, за что я выражаю огромную благодарность административному и преподавательскому составу школы. Хочу присоединиться к коллегам и поздравить вас с окончанием программы бакалавриата. Это очень важный и ответственный момент, ведь последующие 3-4 года вашей жизни, скорее всего, станут определяющими как с точки зрения карьерного, так и с точки зрения личного развития. Независимо от того, выберете ли вы сейчас поступление в магистратуру или же захотите на практике применять знания, полученные за время обучения. Стоит, однако, помнить о том, что современный мир меняется крайне быстро, поэтому строить успешную карьеру сейчас, возможно, намного сложнее, чем это было некоторое время назад. Последние 3 года я работаю в компании Uber, возможно, многие из вас о ней уже слышали. Одно из интересных наблюдений о компании заключается в том, что на большинстве руководящих позиций в мире находятся люди, которым зачастую не исполнилось и 30 лет. Это довольно необычное наблюдение, и круг нашей ответственности крайне высок. Например, в России в моей команде работает порядка тысячи человек, которые каждый день делают все возможное, чтобы больше и больше людей могли подсоединиться к платформе в качестве водителей и зарабатывать дополнительные деньги для своей семьи. Соответственно, сейчас порядка, больше чем 50 тысяч человек могут каждый день зарабатывать деньги для своей семьи в России. Это довольно большие показатели. Мне всегда за время работы было интересно понять, какими же качествами должен обладать человек, чтобы построить успешную карьеру в такой динамичной среде. Поскольку материал, который усваивается при обучении, зачастую устаревает крайне быстро, а на практике, когда нужно принимать решение, времени почти нет, потому что решение нужно принять здесь и сейчас, посоветоваться зачастую, ты не успеваешь ни с кем. Соответственно, вот ряд наблюдений, которые мне удалось сделать за последние пару лет в компании. Первое. Важно действительно мечтать о чем-то большом и ставить перед командой амбициозные цели, которые помогут увеличить те или иные показатели организации в разы. Только так можно обеспечить реально быстрый рост и вырваться вперед по сравнению с конкурентами. Люди, которые ставят такие амбициозные задачи и успешно ведут к ним свои команды, автоматически становятся незаменимыми двигателями организации. Второе. Важно быстро тестировать любые гипотезы, которые к вам приходят в голову, чтобы добиваться этих целей, поскольку чем быстрее вы узнаете, что вы неправы, тем больше времени у вас останется, чтобы выполнить эту амбициозную задачу. Однако, важный момент, нельзя пренебрегать, естественно, необходимым сбором информации, чтобы не тестировать глупые гипотезы. Огонь в глазах, с моей точки зрения и с точки зрения нашей компании, на основе нашего опыта, он намного важнее, чем статус и чем, скажем так, опыт, который есть у человека. Подавляющее большинство людей в нашей компании не имеют управленческого опыта в прошлом. Однако, то, что их отличает, это огонь в глазах, с которым они каждый день готовы сделать дополнительный шаг в сторону собственного развития, в сторону дополнительного развития процессов. Каждый из нас готов спуститься на любое количество уровней вниз, например, пойти в торговый центр и проверить, как там работает промперсонал по привлечению водителей, если возникают какие-то вопросы. Даже если это стоит бессонных ночей, даже если приходится работать по 15-16 часов в сутках без выходных, мы готовы это сделать. Знания всегда можно приобрести с помощью стороннего труда, однако огонь в глазах невозможно приобрести. Если организация действительно хочет развиваться крайне быстро, важно, чтобы у команды горел огонь в глазах. И четвертое, чтобы все это выполнялось, важно всегда продолжать бороться за правду, всегда находить новые аргументы, всегда отстаивать свою точку зрения. В нашем случае под правдой мы понимаем удобство и доход для водителей, простоту и удобство использования сервиса для пользователей. Лучший аргумент в любом споре – это данные и результаты. Соответственно, людям с амбициозными целями, лучшими результатами, огнем в глазах и неуклонным желанием отстаивать правду в долгосрочной перспективе относительно сложно что-то противопоставить. Желаю вам в ближайшие несколько лет найти действительно важное дело, которое делает нашу жизнь эффективнее, лучше, удобнее, проще, как минимум в несколько раз. Найдя такое дело, бросайтесь с него с головой и не жалейте себя, выполняя любую требующую для этой цели работу. Даже если в какой-то момент вам на минуту может показаться, что эту работу мог бы сделать кто-то, чье образование не настолько хорошее и не настолько замечательное, как то, которое сегодня вы получили. Поздравляю, желаю вам однажды ощутить непередаваемое наслаждение от сложной проделанной работы, оказавшей хотя бы малое, но заметное влияние на то, как и в каком направлении развивается мир. Видеть причастность к тому, что мы вместе строим – это незабываемое впечатление. Спасибо, поздравляю. Для вручения дипломов выпускникам профиля международный менеджмент программы «Менеджмент» на сцену приглашаются. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента Татьяна Николаевна Клёмина. И кандидат экономических наук, ассистент кафедры Карина Александровна Богатырёва. Дипломами награждаются Афонина Анастасия Дмитриевна и Басов Егор Сергеевич. Богданова Мария Андреевна и Вирин Антон Артурович. Карпунина Аксения Павловна и Колесникова Елизавета Константиновна. Майоров Дмитрий Геннадьевич и Малащенко Ирина Олеговна. Миргян Анастасия Александровна и Михайлова Виктория Вадимовна. Мустафаев Азер Арзу Аглы и Новикова Екатерина Владимировна. Петрова Анна Андреевна и Самойлова Алина Алексеевна. Сарычева Екатерина Васильевна и Сверидова Яна Дмитриевна. Терентьюк Анна Николаевна и Хлыбова Дарья Алексеевна. Чершинбеева Наталья Эдуардовна и Чистяков Евгений Юрьевич. Спасибо, коллеги. Для приветствия от имени профессорско-преподавательского состава высшей школы менеджмента СПБГУ я с непередаваемым удовольствием хотел бы пригласить на эту сцену кандидата физико-математических наук доцентра кафедры операционного менеджмента СПБГУ Николая Анатольевича Зинкевича. Дорогие друзья, ну конечно мы все преподаватели, которые здесь присутствуют, которые в мантиях и не в мантиях, которые здесь и смогли быть, мы все счастливы, так сказать, на самом деле этим событиям, потому что, собственно говоря, мы этим и живем. Мы живем вот этими прекрасными лицами, которые заканчивают университет, наш прекрасный университет, и выходят уже теперь в зрелую жизнь. Конечно, в эти знаменательные и важные для всех вас и для нас минуты мы в первую очередь желаем вам успеха. Успеха, потому что, собственно говоря, ради этого, наверное, вы потратили столько сил в первую очередь, чтобы в жизни стать, так сказать, самостоятельными, известными, важными людьми. Но для того, чтобы быть успешным, все-таки мало одного хотения быть успешным. В первую очередь надо уметь служить, как это ни парадоксально. Потом, для того, чтобы стать успешным, есть и другие критерии. Вообще говоря, один из критериев, вот лично мой такой, нужно помнить своих учителей. При этом учителя – это не те, которые вас учили, потому что жизнь-то таковатская, что вы будете больше жить, больше учиться, казалось бы, будет так много учителей, что их и не запомнить. Ничего подобного. На самом деле, учителя – это те, которые научили. А вот таких, как-то неправдоксально, со временем становится все меньше, несмотря на то, что ты все больше учишься. Третье, конечно, обязательно, чтобы быть успешным, надо уметь мечтать. Если вы не будете мечтать, ничего у нас не получится. Итак, мечтать, и не забывайте. И сегодня день такой, все у вас впереди. Потом, конечно, нужно уметь хотеть добиваться своей мечты, добиваться ее. Ну и тогда будет, наверное, то, что мы от вас хотим. На самом деле, больше всего, лично я, например, на свете, хочу, чтобы вы были счастливы. А что такое счастье? А счастье – это когда сбываются вот эти самые мечты. Когда сбываются эти самые мечты. Ну вот, а сегодня у нас такой замечательный день, что у нас все впереди, некий такой Рубикон. Поэтому, наверное, последние слова я вам просто спою. Просто нечего нам больше скрывать, Все нам вспомнится на страшном суде. В ИШМ лежал, как тот перевал, За которым исполнение надежд. Но ведь прожито все вовсе не зря, И ведь соль-то, понимаешь, не в том. За июлем будут дни сентября, За тобой придут другие потом. За вас! Будьте счастливы! Для вручения дипломов выпускникам программы Государственное и муниципальное управление Я приглашаю на сцену Академического директора программы Кандидата экономических наук Доцента кафедры Государственного и муниципального управления Татьяну Моисеевну Скляр И кандидата экономических наук Доцента кафедры Евгения Валерьевича Геленко Дипломами награждаются Абдулаева Саньяк Азбековна И Балаян Вагай Арменович Бекмухаметова Алина Илларионовна И Ветрева Юлия Андреевна Дипаева Анастасия Александровна И Берковенко Александра Викторовна Дипаева Екатерина Сергеевна И Зилипукин Дмитрий Андреевич И Птышева Татьяна Викторовна И Королева Екатерина Алексеевна Красько Екатерина Константиновна И Криволапов Дмитрий Анатольевич Кручинина Татьяна Андреевна И Кустова Надежда Александровна Левин Павел Андреевич И Леонтьева Вероника Владиславовна Макеева Мария Константиновна И Огородова Алина Викторовна Арамян Карлен Тучевич И Парпура Алена Игоревна Савриков Александрович И Светлов Евгений Александрович Хайрулина Зарина Рамильевна И Ценева Татьяна Геннадьевна Черков Борис Викторович И Шишкина Екатерина Андреевна Спасибо коллеги Дорогие друзья Для ответного слова выпускников Я приглашаю на эту сцену новоиспеченных бакалавров Бориса Черкова и Мариан Джанджава Дорогие друзья Буду читать с диплома Я надеюсь вы меня поймете Что ж От лица выпускников Хотя честно говоря Хочу в последний раз Сказать от лица студентов И ШМ Я рад присутствовать И горд на этой сцене Приветствовать всех гостей В первую очередь Хочу сказать спасибо Организаторам И всем кто приложил руку К тому что атмосфера На этом торжественном Вручении дипломов Такая скажет Всем нам Поаплодируем пожалуйста Я передаю слово Марике Которая окунет нас В ностальгическую минуту Воспоминаний О былых четырех годах И отметит самых важных Участников нашего марафона На пути В этот потрясающий зал Сегодня мы наконец-то Получили наши дипломы И можем гордо Называться бакалаврами Высшей школы менеджмента Но мы бы никогда Не добились этого Без нашим Замечательных преподавателей Именно вы На протяжении четырех лет Обучали нас И поддерживали Спасибо за то Что делились с нами знаниями И опытом Направляли И помогали сделать Правильный выбор Относились к нам С пониманием И терпением И отвечали на все наши вопросы Спасибо за ваш высокий профессионализм И компетентность Вы вложили в нас Немало сил и стараний А ваше преданное Своему делу Заставляет нас восхищаться И брать с вас пример Мы благодарны За данную нам возможность Учиться у лучших Мы очень ценим все это И говорим вам Огромное спасибо Спасибо большое Преподавателям Всего четыре года назад Мы впервые Приступили порог Высшей школы менеджмента Еще это было На переулке Декабристов 16 Я надеюсь все помнят И окончание бакалавриата Казалось нам Очень далеким И практически недостижимым Но находясь сегодня В этом зале Я думаю каждый из нас Понимает Насколько быстро Пролетело это время Эти четыре года Научили нас очень многому Никогда не сдаваться Всегда идти к своей цели Находить компромисс Во время работы в команде Что очень важно И соблюдать дедлайны И принимать блэкборд Таким Какой он есть Ценить электронные ресурсы Библиотеки И в особенности зарубежные Попрошу отметить Выполнять одновременно Несколько проектов И внимание Любить рейтинг Делать лучшие презентации И не игнорировать Опросы однокурсников Потому что это Очень-очень важно Приходить в университет Пока еще не расцвело И уходить уже затемно И очень важно Отметить то Что мы все Стали друзьями Также За эти четыре года Мы научились Справляться с любыми Трудностями Быть лидерами Создавать лучшие Студенческие проекты Отдыхать за чтением Кейсов по утрам И засыпать В киноклуб По пятницам Ездить на дачу Не только на выходные И осознавать Что иногда бывает Красиво Но нет Но безусловно Лучшее что дал нам ВШМ Это люди и дружба Которую я надеюсь Мы принесем Через всю оставшуюся жизнь И будем огромной семьей Передаю слово Борису Спасибо Марико Вот знаете Марико рассказывает Про его четыре года Не декабристов Про первую сессию Кажется все Будто в другой жизни Было действительно И раз уж меня Пригласили Позволили выйти на эту сцену Я воспользуюсь возможностью И попробую дать Некое напутствие Которое касается Как мне кажется Тоже совершенно другой жизни Жизни которая начинается У нас с вами сегодня Однако перед напутствием Мне кажется очень важно Поблагодарить Тех кто также нам помогал Кого мы еще не отметили Попрошу всех выпускников 2017 года Громко и бурно Поаплодировать Административному персоналу ВШМ И всем Кто делал нашу жизнь На даче И на декабристов Комфортной И насыщенной Ну и пожалуй Отдельных И наверное Даже самых громких Аплодисментов Заслуживают те Для кого этот праздник Гораздо более ожидаем И пожалуй Гораздо более торжественным Чем для нас с вами Ваш мудрый совет И напутствие Направили на нас На правильный жизнь На правильный путь В жизни Как мы видим это сегодня Ваша вера в нас Позволяет И делает нас теми Кто мы есть Позволяет нам Делать следующий шаг И достигать Всего новых целей Родители Спасибо вам большое А до всей души Ну что ж Теперь пользуюсь случаем Напутствие Которое Мне разрешили вам сказать Знаете Вот я три года Подряд выступаю Перед первокурсниками С напутствием Первого сентября И уже какой-то опыт По идее должен быть Но с другой стороны Я сейчас стою И когда писал То что у меня здесь написано Я понимал Что одно дело Когда ты выступаешь Перед теми У кого ВШМ впереди Там казалось бы Все просто Учитесь Развивайтесь Дружите Познавайте новое Но когда Пытаешься что-то посоветовать И куда-то напутствовать Тех у кого ВШМ Уже за плечами Тут все гораздо сложнее И даже Немного другой уровень Ответственности Я же и самому себе Напутствие даю Тут уже надо будет Соответствовать Поэтому немного страшно Но все-таки Хочу вам сказать одно Ребят Не бойтесь менять и меняться Пожалуй это очень важно Я думаю лет через 40 Дай бог мы с вами встретимся Вы скажете Прав я был или нет Но мне кажется Что люди Которые построили Правила мира Который нас окружает Обладали Совершенно не лучшим А порой и гораздо Худшим образованием Чем мы с вами Вы выпускники Высшей школы менеджмента Лучшей бизнес школы Восточной Европы Являетесь лучшими Так кто если не мы Сможем изменить Этот мир к лучшему Раз мы лидеры Раз мы самые лучшие Выпускники Ну а по поводу того Что меняться самому Я думаю что вы сами Знаете в какой динамичной среде Мы с вами оказались сегодня Сколько ждет Изменений Вокруг нас сейчас И знаете Когда 1 сентября Мы сидели 4 года назад И нам говорили Напустные слова Закончилась речь Тогда от Килина Витальевна Очень мне кажется Интересными словами По поводу Меняйте и меняйтесь Мы бы хотели С Марикой завершить Эту речь Теми же словами Дорогу осилит Постоянно идущий Ну и конечно же Мы сделали это Аплодисменты Дорогие бакалавры Мы бакалавры Теперь вы выпускники Но двери университета Всегда останутся открыты для вас И мы надеемся, что долгие-долгие годы вы будете приходить сюда, помогать университету, принимать участие во всех мероприятиях, которые здесь проводятся, быть на месте почетных гостей, которые сегодня выступали, или тем или иным другим образом будете участвовать в жизни Ассоциации Выпускников Университета. Внимание на экран. Амбициозная структура. Цель ее создать сообщество неравнодушных единомышленников, которые с помощью традиции вуза и своих профессиональных знаний смогут сделать университет более живым, конкурентоспособным и современным. Мне кажется, очень важно, если некая такая закрытая каста выпускников будет существовать, разделенная профессионально, структурированная правильным образом, мне кажется, это будет способствовать просто тому, что миром будут управлять правильные люди. Мне кажется, ассоциация – это очень важно. Это очень важно для карьеры. Цель – не терять связь с нынешними людьми, потому что если человек попал в университет, если он стал универсантом, он уже определенного уровня достиг. Ассоциация выпускников дает людям некий индикатор выявлений среди миллиона людей, с которыми мы сейчас общаемся, чуть более своего, чем все остальные. Это общая мировая практика и серьезные ресурсы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые выпускники, уважаемые родители, от лица Ассоциации выпускников мы хотели бы поздравить вас с выпуском, с этим знаменательным событием. Безусловно, оно запомнится всем вам. Но также мы хотели бы напомнить вам, что университет не закрывает свои двери. Безусловно, кто-то пойдет в магистратуру, кто-то придет чуть позже, кто-то вернется чуть раньше. Так или иначе, вы все будете взаимодействовать с университетом и с друг другом. Но мы хотели бы сказать несколько слов о том, что мы ждем вас не только с открытыми дверями, но мы ждем вас с идеями, мы ждем вас с проектами. Потому что сейчас, становясь выпускниками, вы вливаетесь в большую семью универсантов. И в этой семье мы, с одной стороны, готовы оказать вам поддержку в Ассоциации выпускников, вашим идеям, вашим инициативам, вашим мечтам. С другой стороны, мы также ждем, что вы окажете поддержку, конечно же, университету, конечно же, саму факультету. Но в большей степени мы надеемся, что вы окажете поддержку себе, друг другу. То есть наша задача в Ассоциации выпускников не только собрать вас, но дать вам возможность стать более, я не побоюсь этого слова, более эффективными друг для друга. Правильными друг для друга, нужными друг другу. Приходите к нам в Ассоциацию, и мы поддержим вас. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, наконец, the last but not the least, так сказать, я с удовольствием приглашаю для последнего сегодня выступления выпускницу специалитета 2009 года, руководителя отдела по работе с выпускниками высшей школы менеджмента СПБГУ, амбассадора Jason Family, Александра Рогожина. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, коллеги! Для меня большая честь стоять на этой сцене и иметь возможность поздравить вас. Я очень постараюсь быть краткой, но для этого мне нужна ваша помощь. Вы мне поможете? Спасибо огромное. Я знала, что вы это сделаете. А у вас на местах есть замечательные буклеты. Я попрошу вас их сейчас достать. Они очень красивые и очень информативные. Пожалуйста, откройте страничку 10. На страничке 10 написано Jason Family. Вы теперь являетесь членами Jason Family в новом статусе, в статусе выпускников. Вы действительно сделали это. Вы огромные молодцы, я вас поздравляю. Это огромный шаг вперед, в будущее. Вы можете создавать свое будущее. А что для этого нужно? Желание, усилие и правильные люди вокруг. И они есть у вас. Я поздравляю вас. Вы лучшие. Дорогие друзья, Санкт-Петербургский государственный университет был основан указом Петра Великого в 1724 году. Ни одно учебное заведение России не может похвастаться такой историей и такими традициями. Сегодня СПБГУ – это научно-образовательный центр мирового значения. И вы уже являетесь частью его истории. Помните об этом. И вам продолжать нести по жизни высокое звание универсантов. Более 70 лет назад Анна Андреевна Ахматова написала такие строки. Коридор Петровских коллегий бесконечен, гулок и прям. Что угодно может случиться, но он будет упрямо сниться тем, кто нынче проходит там. И я советую вам в заключении сегодняшней церемонии пройтись по этому коридору и послушать, как звучат в нем ваши шаги. На этом торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам основных образовательных программ по направлению менеджмент и государственное муниципальное управление объявляется закрытой. Закрытый.